«Караимы» — это тюркская группа народов. Я когда в гостинице оформлялся, он, «О, турок, турок!» Я говорю, «Не надо нам это говорить!» Мы стараемся использовать современные технологии, которых не было раньше. Наша работа по цифровке караимского кладбища была названа лучшей работой за последние десятилетия на постсоветском пространстве. Баккал Евгений Григорьевич, председатель Севастопольского караимского общества «Фидан». Общепринятая точка зрения, что караимы — это тюркская группа народов. Язык караимский — это тюркская, опять же, группа народов. Если вы знаете крымско-татарский, вы поймете по-караимски и наоборот. И вот моя фамилия Баккал, мне приходилось бывать в командировке в Турции, я когда в гостинице оформлялся, он, «О, турок, турок!» Не надо нам это говорить, турок. Вот у караимов, как и у всех народов, есть свои праздники. Все мы празднуем Новый год, а еще у нас здесь любят праздновать Старый Новый год. У караимов есть два — Илбаши, и есть еще и религиозные. Один празднуется весной, один — осенью. Есть праздники, так же, как у многих народов других, там, Наврез, Хедерлес. Кончились весенние полевые работы или собран урожай, осенний праздник. У караимов осенний праздник есть, называется «Орак-Таю». Это праздник сбора урожая. Как он проводится? Беседка украшается коврами. На сверху, там, на ветках, или натягиваются, там, веревочки, развешиваются фрукты. Там идет молебен, потом музыка. А потом родители, дедушки, бабушки, детей поднимают, и они там кто какой фрукт сорвет, и они там вот как бы очень радуются детям. А здесь у нас в Севастополе мы проводили когда мероприятия, либо привязанные к какой-то дате нашего общества, либо завершением работы, либо какой-то праздник вот такой. То мы здесь собираемся, наши члены караимского общества, ну, конечно, в основном женский персонал, готовить национальные блюда. Это могут быть караимские пирожки, о которых надо сказать отдельно, что то, что вы видите, продается в городе, ну, это совершенно не то. Поэтому, когда он вам не понравится, я вас полностью поддержу. Любого народа у Крыма есть свой настольный напиток. Караимская водка, чепраксы называется. Ну, иногда можно и такое попробовать. Наше Севастопольское караимское общество в этом году отметило свой юбилей. 25 лет момента его основания в 1998 году. Наша задача пробудить у людей сопричастность, чувство сопричастности к своей национальности. На заре создания нашей организации одна семья, члены нашей организации, уезжая из Севастополя, передали нам архив своего деда. Это известный в караимской среде просветитель Давид Маркович Гумуш. Когда мы разобрали архив, то мы начали задумываться, а что дальше с ним делать. И вот в это время Крым стал частью России, вернулся в Россию. И у нас появилась возможность участвовать в конкурсах, которые объявлялись правительством Севастополя. Так называемая грантовая поддержка. Мы решили поучаствовать в таких конкурсах, выиграли конкурс и оцифровали архив этого караимского просветителя Давида Марковича Гумуша. Это была первая работа, сделанная в 2015-2016 годах. Следующим шагом в Севастополе мы решили все-таки задуматься, что же делается у нас с памятниками материальной культуры. В Севастополе два таких известных памятника. Это Севастопольская киноса на Большой Морской 11, это спортивная школа бокса Олимпийского резерва сейчас, и Каримское национальное кладбище. И выяснилось, что Каримский храм киноса имеет статус памятника культурного наследия местного значения. А Каримское кладбище нет. Мы стараемся использовать современные технологии, которых не было раньше, во благо сохранения культуры, культурного наследия. И мы пришли к выводу, что нужно заняться цифровкой этих памятников и расцифровкой эпитафий. У всех есть там бабушки, дедушки, которых, к сожалению, не стало. Ну, что пишут на памятнике? Фамилиями отчества, годы жизни, и иногда там помним еще что-то. А раньше писали целые элегии. И это говорит о том, как тогда жили, кто это такой, что за человек, чем он, ну, как бы, значим был в жизни своей для близких, для народа. Наша работа по каримскому, по цифровке Каримского кладбища была названа лучшей работой за последние десятилетия на постсоветском пространстве. Если не будет преемственности поколения, если не придут следующие поколения, которые также будут, будем говорить так, заботиться о том, чтобы не пропала наша культура, то ничего не сохранится. Поэтому молодежи очень важно вкладывать, это наша задача сейчас старшего поколения, вкладывать, как важно помнить, кто ты такой. Савболсун, Барболсун, Озу, Эвдеболсун. Что я сказал вам сейчас? Я вам желаю, чтобы вы были здоровы, счастливы и в своем доме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова